Первые автомобили начали пересекать реку ещё до момента официального открытия, как только трактор убрал заграждение из горбыля. Оно было оборудовано ранее, чтобы уберечь беспечных ездоков от беды. Но опасности уже нет. Толщина льда соответствует всем необходимым требованиям. В этом убедилась комиссия в составе руководителя подрядной организации, а также представителей районной администрации и горстрой заказчика. Средняя толщина льда на реке около 17 сантиметров, в то время как по всей протяжённости ледовой дороги она превышает 30 сантиметров. Это позволяет безопасно пересекать северную двину большинству легковых автомобилей. На въезде установлены соответствующие дорожные знаки, регламентирующие грузоподъёмность. После открытия через переправу одна за другой поехали легковушки. В числе первых через северную двину в Великий Устьюг за речной стороны переехала скорая медицинская помощь. Уже в конце недели руководитель предприятия, обслуживающего переправу Александр Краснухин, планирует увеличить грузоподъёмность ледовой дороги до трёх тонн. Это позволит пересекать реку небольшим грузовикам с товаром, которые ждут жители за речной стороны. Следующим этапом станет отметка в 6 тонн. На это требуется несколько дней работы бригады заливщиков. Заливка будет продолжаться, только будут отрицательные температуры ниже 10-12 градусов, мы выходим на заливку. Меньше нет смысла заливать, потому что всё растекается и становится колейность. Трудиться заливщикам предстоит ещё долго. Для того, чтобы по реке пошли большие грузовики, толщина льда должна превышать 70 сантиметров. Руководство организации, обслуживающей переправу, напоминает, что основной выезд на лёд со стороны Великого Устюга пока перекрыт. Водителям следует объезжать по дороге слева от главной. Ориентиром служит деревянное ограничение проезда. Из-за недавнего подъёма уровня воды в реке двигаться по прямой пока затруднительно.